Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Утро доброе, когда утром Бавовна, точнее ночью. Ребята, сегодня ночью была грандиознейшая Бавовна. Сами расисты признались, что было, по их подсчетам, по крайней мере, 47 дронов над различными областями. Над Белгородской Народной Республикой, Курской Джимахирией и над Ростовским Каганатом, который по недоразумению называют Ростовской областью. Итак, основной удар, как пишут сами расисты, пока информация идет о них. Попозже будут уже апдейты, вы знаете, мы это все уточним. Но пока что пользуемся той информацией и теми видео. Самое главное, видео очень много. В описании к данному ролику переходим, смотрим, кайфуем. Значит, основной удар был направлен по российско-фашистским авиазаводам в Ростовской области. Точнее, там есть такой очень серьезный авиазавод в Таганроге. Да, кстати, Таганрог – это украинский мест, чтобы вы знали. Таганрог – это вообще украинский город. И украинцы там жили всегда, и он сходил в состав Украины. И я вообще не понимаю, как он попал в Российскую Федерацию. Там надо будет проводить еще доносификацию, демилитаризацию, с тем, чтобы привести его в порядок перед тем, как он вернется домой до нынки Украины. Да. Так вот. Там находится авиазавод, где ремонтируют самолеты А-50. О, да-да-да, те самые, те самые. И где производят Б-200 – это самолеты-амфибии. Так вот. Там стоит на ремонте несколько самолетов А-50. В том числе, я так понимаю, тот, который когда-то швакнули два года назад в Беларуси. И тот самолет, который они хотят сейчас модернизировать быстренько, потому что у них было там пару, скажем так, самолетов А-50, которые вроде бы как были по документам в строю. Но они не в строю, от слова вообще. Их надо доводить. И вот как раз на этом аэродроме, на этом, извините меня, авиазаводе, их и в спешном порядке пытались довести до кондиции с тем, чтобы запустить их в работу. Напомню, сейчас А-50 не летают, потому что там рабочих осталось то ли два, то ли три самолета на всю страну у них. И как-то использовать их они боятся. Соответственно, они хотели довести до ума еще какие-то самолеты с тем, чтобы там пускай через месяц, два, три, но они начали летать и начали делать свои гадости. Вот. Но не так стало, если я гадался. Конечно, расисты говорят, что мы сбили там все 47, но мы к этому уже привыкли. Да, они, удивительно, как они 147 дронов не сбили. На самом деле, ребята, факты говорят о другом. Местные пишут, да и видно это по видео абсолютно четко, что это никое не сбитие, что это прилеты. Местные пишут, что как более 10 прилетов по этому заводу. То есть, если что они и сбивали, то сбивали исключительно цехами этого завода. Более того, некоторые местные пишут, это уже неподтвержденная информация, но так как говорится, у них там слухи идут, я так понимаю, о том, что А-50, который там находился на аэродроме в этом заводе, уничтожен. Уничтожены еще самолеты. Ну, посмотрим, посмотрим. Я сейчас это не утверждаю, это просто из российских чатиков, которые они друг другу там в ужасе перекидывали. А вообще там такой тарарам стоял ночью на заводе, а он говорил, лусь, 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 лусь. И там на полнеба взрывы, охотно верю, что да, когда маленький дрон сбивают, то так это все и выглядит. Взрыв на земле на полнеба, да, нормально все. Вот, то есть, скажем так, больше 10 дронов прилетело по этому заводу, это конкретно то, что лусьнули именно по заводу. Вот, а что они там сбивали, чем они сбивали, непонятно. Также кипиш был большой в Курской Народной Республике и в Белгородской. Но там привычно, они уже привыкли, там в Курской ракета ПВО российская попала в поликлинику. Ну, все как всегда, криворукие. Но это отдельно, еще по ним будет, будет больше информации, еще расскажу. Так что, ребята, самое главное, что сегодня был очень качественный, серьезный и, судя по всему, таки, да, эффективный и эффектный удар по российско-фашистскому авиазаводу в Таганроге. По всей видимости, как минимум, этому заводу нанесен колоссальный ущерб вместе с самолетами, которые на нем то ли строились, то ли ремонтировались. Вот это факт. Больше будем знать немножечко подальше, когда там ГУР или СБУ раздупляться и немножко расскажут, что там произошло. Вот. Как только будем знать, сразу же дадим знать вам, соответственно. Ну, а пока что, начинайте свой день с кофе, с замеша, густо замешанном на Бавовне. Сыба до Украины. Сыба до Украины. Продолжение следует...